Через несколько лет начнем уменьшать. Наша задача сейчас через маркетинг сделать очень большой комьюнити. Потом в какой-то момент мы потихонечку будем видоизменять. Но это 2-3 года вот так примерно. Токены закончатся, идет новый стартап со своими токенами. А вот этот объем, который был до GTN, он остается? Все остается, да. Это ваш объем. А с новым токеном объем будет также зарабатывать. Вы продаете пакеты. Что внутри пакетов? Это второй вопрос. Вы продаете пакеты. Пакеты от 100 долларов до 100 тысяч долларов. Допустим, здесь миллион оборотов есть. Здесь пришел токены, но не начали люди покупать. И будет билан с новым токеном. Вы продаете, ваша задача продать токены. Но иначе ты же назад отлетишь, ты же потерялись. Нет, 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 вы не поняли. Я другой вопрос. Нет, наполнение. Смотрите, у нас как это вообще изначально задумывалось? У нас пакет, он диверсиционный пакет должен быть. То есть инвестиционный пакет называют. Что в этом пакете несколько разных токенов. У нас GTN сейчас есть, да? Потому что все просят, говорят, не надо пока ничего другое. Но мы в дальнейшем начнем другие стартапы. Как наши стартапы, например, вот я хочу, я дальше буду продвигать тему, чтобы наши новые разработки, они тоже токенизировались. То есть затокенизировалась и GTN Marketplace, ой, не GTN, а NFT Marketplace. Чтобы затокенизировалась и биржа наша, и Dex. Там может быть своп. Все, что там имеет какой-то доход, чтобы мы могли поделиться этим доходом участниками. Вот, это наши продукты. Будут приходить внешние продукты, которые будут работать как стартапы. У нас сейчас есть несколько стартапов, которые мы ведем. Мы их доводим до уровня, как сказать, предвыхода конкретного продукта. Именно выход продукта нам надо. Если стартап просто со своей идеей, это нам не подходит. Если идея нормальная, мы в нее сами своими деньгами вкладываемся. Их поднимаем, помогаем. И после того, как они готовый продукт дают, мы в этот момент только можем токен сейл устроить. Чтобы снять риски с наших участников, чтобы они спокойно себя чувствовали. И плюс мы четко уверены, что этот продукт будет давать деньги. Да, да. Есть основа. У нас репутация определенная должна быть. Всегда улучшается. То есть за свою репутацию мы беспокоимся. Поэтому там не будет каких-нибудь шлаковых продуктов, как стартапы, такие стартапы, которые деньги собирают, но ничего не делают. Нет, они должны сделать. У нас уже отлаженная система, например, по GTN, GTN-токену. Почему именно сейчас токен сейл начался? Потому что мы уже сделали продукт, мы его протестировали. Вот мы работали и показали людям, вот он, наш продукт, который работает. Не то, что мы обещаем, он уже реально работает. Когда люди говорят, а, это там что-то, попробуйте, как проверить, это там что-то, это непонятно. Самая лучшая вещь, загрузи на телефон и пошли друг к другу, пошли токены, и посмотри, как это работает. Отойдите там в разные регионы просто между собой, в Австралию пошли, и посмотри, как это работает. И у себя, не знаю, в городе послал, и в Австралию. Они за такое же самое время придут, причем, что бесплатно придут, понимаете? Такого ни у кого нет. Вы попробуйте найти продукт, проект, блокчейн, который вот так работает. Только на этом можно показывать преимущество. Я уже не говорю, что у нас целая экосистема. У нас просто куча продуктов, которые реально нужны людям. А люди продолжают не верить. Ну, пускай, вон, пирамидосов много, пускай идут там. Там, да, обещают 30% в месяц. Через полтора месяца все это дело заканчивается. А вот, то есть, получается, будет амортизация. Сумер, в культуре, в глубине, в культуре, в глубине, в культуре, а где люди на сверху не взяли, а амортизация срабатывают. Сжатие, да? Не, ну, смотрите, у вас есть бинарный бонус, и бинар, он бесконечности. То есть, неважно, на какой глубине, вы в любом случае объемы получаете. Командный бонус у нас до седьмого уровня. То есть, тоже можете получить. То есть, амортизации, удаление участников мы не можем сделать. Не, не будет. Просто имеется в виду, как это будет, снизу вверх, выстягиваете? Нет, снизу у тебя изначально объемы в бинаре. Там не нужно никакие объемы. Объемы, они все фиксируются. У нас бесконечный бинар. Главное, чтобы у вас работали. А вот, чем ближе к вам, тем больше, как бы, доход. Там есть партнерский доход, ну, это, реферальный бон. Это пять уровней максимум можно сделать. У нас есть команда, у нас есть все уровни можно западеть. Ну, я не говорю про ранги. Ранги тоже глубина. То есть, вся глубина у вас есть. Ну, это первый уровень и вся глубина бинара. А теперь вот к самому данному вопросу. Пакет с ЧДГТМ. Сейчас, в чейн-лайфе, какие вот новости, которые вы можете видеть, в них понимали, что все вот это как? То, что выступал Александр Стригин, вот вам уже самое главное. У нас запускается NFT Marketplace со своей собственной NFT-площадкой. Я думаю, начало декабря мы запустим реликтум NFT-премиум. Это первое направление, которое самое главное, самое интересное, самое дорогое. Оно будет запускаться. Начало, это 50-х, наверное, числа, например, это пафосное мероприятие в Москве, может быть, даже в Третьяковке, в муниципе будут делать с крутыми художниками, с актерами, с артистами. Ну, пафос, бомон, там все дела, все, что любят как раз. Там, возможно, будут коллекционеры серьезные, может быть, если мы договоримся, там будут оригиналы картин великих художников, которые будут акклинизироваться. То есть, мы прям подойдем к таким серьезным подходам. Декспирс сейчас разрабатывается, у нас хоть много разработчиков, но бесконечные. Они все идут своим чередом. Мы должны отработать сначала одно, ее полностью как бы освоить, как бы и со стороны раскрутки, со стороны СМИ, и со стороны всей комьюнити. Потом даем следующее. Как бы, если мы все в кучу сделаем, это неинтересно. Надо последовательно, друг за другом. А были минируемы, где у нас не было разработчиков, а начало октября, вы не представляете, как это разработчиков. У нас, смотрите, у нас есть направление, есть планирование. Но когда мы понимаем, что приоритеты меняются, у нас сейчас резко приоритет ушел на NFT, потому что это лучшее направление, это новое. У нас для сервисов обмена валют много, правильно? А NFT очень мало, поэтому мы должны сейчас захватить NFT, а потом мы спокойно сделаем ДРФ, спокойно мы делаем, хотя мы работу не прекращаем. У нас есть люди, которые только такси делают. Но основной контингент программистов нас брошит сейчас именно на быструю реализацию NFT. Чтобы вы понимали, NFT делаются годами. Год минимум, чтобы сделать этот проект, который делает NFT, просто тупо как токен. Мы это делаем за два месяца, понимаете? Вот это уровень наших программ. То есть и блогеры будут, да? Да, конечно. Дальше мы будем раскручивать эту уже пополненную программу, чтобы это работало. То есть мы в любом случае продукт один должны полностью массово его внедрить. То есть мы на него все силы кидаем, и СМИ, и все остальное. Вот сейчас даже у нас специальное выступление именно про NFT было. Про инновки маркетбайс. И мы показываем, что это у нас уже готово. У нас уже есть. Не надо спешить другим продуктам. Вы пытаетесь ловиться в словах, но в любом случае у нас есть приоритеты. Сейчас приоритет вот такой. Завтра будет другой. Сейчас токенеры продадутся. Далее. На бирже в январе. У нас до 31 декабря у нас будет продаж токенов. После этого продаж закрывается и начинается процедура лестниров. Мы сейчас проводим переговоры. 1 декабря закрывается продаж токенов. 31 декабря. 31 декабря. В конце под Новый год, под бой курантов у нас не зависит. Все продано. Не важно. Не важно, сколько продали. Скорее всего будет сжигаться. Скорее всего. Но это будет отдельная новость. Я могу только... Потому что это мы сейчас... Но продления не будет. Продления не будет. Это важно. А может и не успеем, допустим, на фонде скупать? Не фонды, да? Просто одномоментно может произойти. Супер, супер. Супер. Дай бог. Не, ну дай бог, чтобы вы успели до этого своих людей туда подписать. Потому что они купят уже меньше токенов. Они купят так же, например, пакетная 100 долларов, но там будет лежать, не знаю, 20, ну не 20 даже, 100 токенов. Вместо, сколько сейчас там? Несколько тысяч. Сейчас 8 тысяч. 8 тысяч. Представляете? А вот он сегодня 8 тысяч, а завтра 100 штук. Либо 50 штук. Понимаете? Разница. Это после сжигания, да? Нет. Нет, нет, нет. Как только... Цена поднимет. Ну, например, тысячи потом продажут. Он заходит, 2 миллиарда покупает. Как я помню, 2 миллиарда токенов. То есть, мы сейчас миллиард, это 3 миллиарда токенов продажи, это уже больше долларов будет стоить. Это когда ждать? В любой момент. В любой момент. 3 миллиарда, как продастся. Смотрите, у нас система раундов. Каждый раунд это 10 миллионов. 10 миллионов. 10 миллионов продается, улучшает цена на 1 на 1 процент. Ну, там до. Потом еще раз, еще раз поднимается. Каждый 500 миллионов продаж... Это просчитать можно. ...ускоряет... ...каждый миллион, 500 миллионов токенов, когда продается, включается ускоритель. Добавляется вот к этому 1 на 1 процент. Еще одна десятая процента. Следующий ускоритель будет работать как 1,2. Потом 1,3. И так до 1,8 будет. То есть, если мы продаем все 5 миллиардов, то цена... Это математика просто обычная. Математика, я понял. Это не... Берете в Excel все это делаете. Да, да, да. С 1 миллиарда токенов, отсеечка, это 1,1. 1,5 миллиарда, 1,2. С 2 миллиардов, 1,3. Каждые 10 миллионов поднимается. Понимаете? И так до 5 миллиардов. Все. С этого момента цена... ...все 5 миллиардов. Да, когда мы продаем все 5 миллиардов, я не обещаю, что мы продаем. Но если мы продаем, то будет стоить 3,37 доллара. И с этой суммы мы выходим на листик. Будет доллар стоить, значит с долларом мы будем выходить на листик. Если вы сейчас прекратите работать, то останется цен. Понимаете? То есть, это зависит от комьюнити. И от нас то, что мы даем, ну вы видите, как мы даем, да. Террата от вас это зависит. Надо торопиться. Надо торопиться, чтобы купить GTN. Террата от вас, да. Потому что те, кто долго думают, обычно не успевают. Ну, понимаете? Вот после Казани уже много продвигался нашим GTN. А после вот этого блокчейна еще надо договариваться. Это от вас зависит, смотря как вы будете рассказывать, смотря как вы будете давать информацию. То, что у нас, чтобы вы понимали, не сетевой проект. У нас технологический проект. А MLM-технологии мы сделали как в виде рекламы. То есть, это рекламная технология, да. Но мы не создавались как сетевой. Мы создали еще в 2019 году как технологическая компания. Мы вот эти там 2-3 года работали над технологиями, выдвигали. И сейчас только создали стартап-лабораторию. И вот эту модель взяли только, MLM-ную модель. Но это не говорится, что мы MLM там, мы сетевая компания. Многие шарахаются от этого. Нет, мы технологическая компания. У нас просто такой замечательный маркетинг, который вам дается работать. Да, да. И нам дается возможность, чтобы у нас комьюнити увеличилась. Вот и все. Обычно стандартная методика продаж, она не работает. Она не интересна людям. Это работа, обычно, ICO, она работала, когда там, 17-18 год. Это пик был. Сейчас это неинтересно. Они пытаются ЕО, СО и еще много всяких ИО, но это уже все. А вот если мы взяли MLM, мы сразу показали, как это работает. Реально, этот инструмент рабочий. И так как я специалист в этой сфере, я как бы стараюсь внедрять именно самые последние разработчики технологии. И скажем, вот в нашей стартап-лабораториях можно купить коины, да, там, реализацию там можно сделать? Да, на стартап-лабораториях у нас сейчас пока можно купить BTN. Потом? Да, а в дальнейшем у нас несколько видов токенов. И чем больше их будет, тем лучше. Эти токены реликторские будут? Они будут обязательно на реликторе сделаны. Да. Но это будут токены разных стартапов. То есть в вашем пакете будет лежать, например, 10 разных токенов. Вот вы купили пакет назад за 10 тысяч долларов. Там будет какой-то пропорция, эти токены распределяться. Какие-то токены, заканчивающие токены сделаны, они будут уходить. Нам будет приходить. И постоянно вот это обновление токена. Вы будете покупать как диверсификационный пакет из разных токенов. Но мы будем стараться, чтобы эти токены были уже с нормальным продуктом. Эти токены также будут у нас, мы их скупили, они у нас будут. Да, в вашем личном кабинете они будут. И вы можете сразу их выводить себе на ноту. И если токены будут дивидендные, ну то есть давать рояльки дополнительные, они вам будут давать. Если они будут только обычными токенами, которые как бы нарос. Знаешь, это правда. Так же вот эта стандартная компания, допустим, поднялась. Так же зашла на биржу. Вы так же не понимаете, так же не понимаете. Конечно, и на вашей бирже, и на внешней бирже пусть может быть. Прикернает рот, отстанье, счастье. Да, интервью, да, интервью, да, интервью, да, интервью, да, интервью, да. Да, интервью, да.